Привет, мои дорогие друзья! Меня зовут Марина Линхолм, я практикующий психолог. Сегодня хочу почитать статью с сайта Sea Vine от 24 апреля 2020 года, автор Марк Энтони Бойер. И статья называется «Фонд Всемирной Организации Здравоохранения Center for Disease Control Gates Foundation лишился финансирования из-за мошенничества с вакцинами». Последние новости. Государственное финансирование, выделенное из фонда Гейтса Всемирной Организации Здравоохранения и Center for Disease Control, правительство США проиграло знаковый иск вакцины в 2018 году, а сейчас вот что происходит. Адвокат по, ну, видимо, контролю вакцин Роберт Ф. Кеннеди-младший, Дель Биг-3, продюсер документального фильма о подавленной вакцине Ваксед и сеть действий по информированному согласию приписывает эту победу над тем, что, по сути, Гейтс обвинили в том, что он фальсифицирует работу над вакцинами. Они потребовали соответствующие правительственные документы, подтверждающие, что все одобренные федеральным правительством вакцины были проверены на качество в течение последних 32 лет, и их не было никаких документов. Вот огромные правовые и практические последствия этой победы для американского народа. Это означает, что Министерство здравоохранения и социальных служб США и все производители вакцин уже более 30 лет обманывают американский народ по поводу эффективности и безопасности вакцин. Это может в конечном счете означать, что продолжающееся существование, по крайней мере, в их нынешней форме, пяти американских учреждений здравоохранения в кавычках в настоящее время находится под сомнением CDC, FDI, IOMI, NIRH и здоровье как часть DHHS. Это также может угрожать существованию государственных медицинских комиссий и эксклюзивных медицинских гильдий, таких как ААМА. Это означает, что производители вакцин были обманным путем, освобождены от того, что все другие производители в фармацевтических препаратах были вынуждены делать в отношении двухгодичной переаттестации на качество и эффективность. Это означает, что их вакцины никогда не проверялись на качество и не имели доказанной безопасности или эффективности в течение более чем 30 лет. Этот случай теперь может быть юридически обоснован всеми родителями, обманным путем, полномоченными любыми, любым правительственным или организационным постановлением, требованиями о том, что они должны вакцинировать своих детей для школы или любой другой деятельности, чтобы остановить принудительную вакцинацию своих детей. В настоящее время этот случай может быть юридически подтвержден всеми работниками, которые по требованию своих работодателей должны пройти вакцинацию для сохранения своей работы. В настоящее время этот случай может быть юридически подтвержден всеми теми, кто добивается компенсации за ущерб причиненной вакциной. Будущее аллопатической медицины в ее нынешнем виде в настоящее время находится под вопросом и глобальный фармацевтический картель, так как почти все лекарства, которые назначают аллопатические врачи, приходят из фармацевтических корпораций, которые также совершили мошенничество с вакцинами и нанесли ущерб. Ответственность. Вы понимаете, что произошло? Еще раз посмотрим на сайте SeaVine Community Voices Investigation News Education. Мы читаем, по сути, материал о том, что фонд Всемирной Организации Здравоохранения, Center for Disease Control, Центр за контролем болезней, и Gates Foundation, фонд Билла Гейтса лишились финансирования не просто так, а из-за мошенничества с вакцинами. То есть факт мошенничества доказан. Понимаете? Это уже не просто наши с вами петиции, разговоры в Ютубе, бла-бла-бла. Уже доказан факт мошенничества со стороны Всемирной Организации Здравоохранения, Центра по контролю заболеваний и фонда Билла Гейтса. Я просто повторяю для тех, кто не понял, что произошло. 24 апреля 2020 года статья вышла. Еще раз, адвокат по, ну не травмам на ревакцины, а по проблемам с вакцинами, адвокат Роберт Ф. Кеннеди-младший выступает с заявлением. Он потребовал соответствующие документы, подтверждающие, что все одобренные федеральным правительством вакцины были проверены на качество в течение последних 32 лет, и их не было. Вот вы понимаете, в чем мошенничество? Они не проводили никаких проверок на качество в течение 32 лет. Это означает, что Министерство здравоохранения и социальных служб США и все производители вакцин уже более 30 лет обманывают американский народ по поводу эффективности и безопасности вакцин. Хорошо, здесь про американский народ и про Министерство здравоохранения и социальных служб США, но кто управляет вакцинацией в России? Не эти ли структуры? Вы понимаете? Еще несколько дней и наше Министерство здравоохранения, и наш министр здравоохранения, и может быть даже тот же самый Мишустин очень серьезно будут отвечать за свои действия. Понимаете? Вот что это означает. Вот что означает эта новость. Я очень удовлетворена, что это произошло. И оставляйте ваши комментарии, распространяйте это видео. Конечно, это у них там в Америке произошло, но вы же понимаете, что мы очень связаны. И Гейтс устроил всю эту программу для всего мира. И если сейчас такое заявление сделал адвокат Роберт Ф. Кеннеди-младший, и уже их обвинили в том, что они занимались мошенничеством, и не проверяли качество своей продукции, это коснется нас очень скоро. Давайте следить уже за новостями в нашем российском интернете. Я вас обнимаю. Смотрите другие видео на этом канале. Будут еще интересные ролики. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!